Привет, ребята! Сегодня наконец-то решила раскрыть тему. Я тут сижу, кстати, на улице, просто как-то сейчас тепло, так хорошо. Солнце не жарит сильно, вот как-то приятное такое состояние. Оно спряталось за точками. Вот, самолет еще достали. Близко летать вы слышите, собака у соседей гавкает через два дома. И, возможно, вы слышите, как кондиционеры будут работать. Но в то же время вы будете слышать, как поют птички. Вот даже сейчас, по-моему, слышно, как летит самолет. В общем, я хочу вам сегодня раскрыть такую тему про английский. Вы меня спрашивали. Как-то мы из Галета, видимо, они маршрут изменили, потому что у нас обычно самолетов не слышно. Что-то пару дней они летают по другому маршруту. Неважно, я опять отвлеклась. Значит, меня давно спрашивают, и на самом деле я тоже задумалась. Я думаю, я никогда не раскрывала тему английского языка. Как у меня с английским обстоят дела. Как я его учила, учу, знаю, не знаю. И как вообще происходит мое, так сказать, мои взаимоотношения с английским языком. Ну, я могу вам сказать, что я, как и большинство... Почему-то мне кажется, что камера криво стоит. Ну, все, стой. Я могу вам сказать, что я, как и большинство, в школе учила английский язык. Это мои первые знания пошли оттуда. Начали научить его в пятом классе, и... Я не помню, вот в старших классах был английский. По-моему, не было. До девятого был, что ли, ну, может быть. Не помню, вот я совсем, кстати, вот этого был у нас английский. В десятом, одиннадцатом классе я не помню. Почему-то у меня это выбилось как-то. Да, по-моему, был у нас до последнего. И как-то, видимо, там оно все училось, зазубривалось. И я ненавидела английский язык. Я его очень не любила. Учительница у нас была неплохая, потому что ей, в принципе, было пофиг на самом деле. Сейчас я уже как бы вспоминаю ее так визуально. Ей было абсолютно там пофиг, что мы там говорим, естественно. Но с другой стороны, что-то, видимо, как-то слова откладывались какие-то и так дальше. Потом у меня был Израиль. В Израиле мы тоже учили английский, но английский в Израиле я учила академический. То есть при колледже, при академии я учила академический английский. Что значит академический английский? Это когда вы умеете работать с большими текстами. Что значит уметь работать с большими текстами? Это когда у вас есть multiple choice questions. Вы быстро можете найти в тексте, неважно какого он размера, где этот ответ находите, и непосредственно правильный ответ. Вот это был мой академический английский. Значит, их было 5 уровней академических. И почему-то, когда я сдавала психометрию, это психотесты перед поступлением в университет, колледж, неважно куда, значит, нужно сделать психотест, это психометрию. Я по вот этой психометрии набрала, не добрала даже на самый минимальный уровень. Мне не хватило, по-моему, 2 балла до минимального уровня, чтобы его уже как бы засчитали. Я уже пошла, допустим, не с первого учить уровня английский, а со второго, допустим. Мне пришлось учить все с первого уровня. Хотя это смешно, потому что на первом уровне вас, конечно, не учат читать. То есть они рассчитывают на то, что вы уже умеете читать, вы умеете писать, вы знаете какие-то базовые слова, но не до такой степени. То есть мне все-таки как бы я чувствовала, что мои знания, в принципе, для второго, даже третьего уровня были бы неплохими. Ну, видимо, у меня всегда была проблема с этими multiple choice questions, особенно они всегда такие с триком, всегда с хитростью какой-то. Я надеюсь, что ветер в камере сейчас не мешает. Ну, в общем, одним словом, достаточно тяжело мне дался английский в академии. Это курс, который тянул меня до последнего. То есть я его учила, вот я сколько училась лет, я все время его учила. Не было у меня перерыва ни разу. И причем так получилось, что последний уровень, как бы есть пять уровней. Первый уровень я все по маслу проходила. Первый прошла, второй прошла, третий прошла, четвертый, а на пятом я застряла. Вы не поверите, я три раза переделывала, три раза, если я не ошибаюсь, три раза я переделывала этот курс английского. Я его брала каждый раз заново. То есть я не могла его сдать. Потом я сдала, у нас начал в конце, я помню, нет, это был не он, он у меня был на пятом, а последний, кто у меня, с кем я была. В общем, короче, была какая-то противная женщина, очень. Вообще по-английскому у нас все какие-то противные были учителя. Я их всегда не любила. Ну, в общем, одним словом, я три раза заваливала, и потом мне сказали, что так как я уже закончила все курсы свои, которые должна была взять, да, все предметы, я уже шла на диплом, то есть все, я уже все закончила. То есть мне уже нужно было получать диплом, этот английский единственный предмет, который я не могла сдать. Я пошла в кафедру английского языка, и, ну, сказала эту ситуацию, и мне сказали, что в таких ситуациях, когда уже студент как бы все закончил, свои все курсы, он уже закончил, он должен получать уже в этом году как бы диплом, то если он уже брал три раза курсы, он его не проходит, ему автоматически дают освобождение от английского, то есть ему дают освобождение, то есть оценки не будет у меня зачислено, но это не будет, оценка не будет в дипломе, но будет написано, что этот курс был взят, как-то вот в таком плане. Так что, в общем, это у меня такие отношения с английским складывались до Канады. Потом, когда мы узнали о том, что узнали, мы вдруг узнали, потом, когда мы планировали, что мы едем все-таки в Канаду, то я чего-то там пыталась, я говорю, Костя, надо что-то, чтобы мы придумали, а Костя у меня еще такой, что он все время учил английский, почему? Потому что в школе он учил французский, причем это не то, чтобы он знает французский, то есть все, что он помнит со своей школы, это же Мапель Мишель, то есть он даже не может сказать фразу же Мапель Константин, потому что они все так заучивали, что он помнит только фразу же Мапель Мишель, это все, что он помнил с французского языка, то есть меня зовут Мишель. Поэтому английский он учил в Израиле, так же, как и русский язык, потому что они говорили на украинском языке в семье, а на русском он начал говорить только в Израиле, поэтому у него большой прогресс. Это мы так шутим, конечно, на эту тему, но тем не менее. Так что английский он тоже учил очень много, во-первых, тоже в академии учил, и он учился частными преподавателями, занимался еще до меня он занимался, а потом, когда мы уже с ним познакомились, и уже потом, когда начали вместе жить, и уже потом, когда он заканчивал, где-то он заканчивал, наверное, в 2002 году, по-моему, где-то закончил свою первую степень, то он занимался много с частными преподавателями и все такое. В общем, и когда у нас стал вопрос о въезде в Канаду, мы сказали, ну, надо же английский учить. Ну, и мы начали смотреть, что какие варианты, и как раз нам подвернулся вариант. Я не помню, как я вышла на эту женщину. Я вообще на нее вышла через свою работу. Я работала же в агентстве по трудоустройству, и мы там вышли на людей, которые из Клиты. Министр Адак Литая, это в Израиле вот та организация, которая, значит, занималась, сейчас, по-моему, уже даже нету как таковых, организация, которая занималась полностью обустройством вот, да, новоприбывших людей в страну, помогала им по всяким там вопросам, вот такое. В общем, вот это вот министерство, у них были курсы, как раз проходили в Тель-Авиве, они набирали группу. То есть я как раз с этой женщиной связалась, потому что мне нужны были люди, которые только приехали, которые ищут работу, и я, в общем, предлагала свою помощь. Если им нужна работа, то я могла им помочь. И я к ней обратилась за такими людьми и спросила. И мы с ней как-то разговаривались, у нас такие доверительные отношения появились, и она мне говорит, Инна, вот так и так есть такой, в общем, курс. Я говорю, я хочу. Она говорит, я тоже записалась с мужем. Вот, там должно было быть минимум что-то набраться 10 человек для того, чтобы этот парень, который преподавал, Майкл, Мишель его звали, Майкл, приезжал с Иерусалима преподавать этот курс. То есть для людей, которые ходили на этот курс, это было бесплатно. Ну, естественно, преподаватель-то за свою работу получал деньги от министерства. В общем, одним словом, я была очень довольна, и мы съездили с Костей 4 раза на этот... 4 раза, я говорю, 4 месяца на этот курс мы ездили. 4 месяца. 4 месяца это было не раз в неделю, мне кажется, это было 2 раза в неделю. Может быть, это было раз в неделю. По-моему, раз в неделю. Да, раз в неделю это проходило в Тель-Авиве. Недалеко от Азриэль, значит, там мы собирались в классе. У нас была очень хорошая группа, потому что половина уезжали. То есть, грубо было 10 человек, половина из них уезжали в Канаду. В ближайшие месяцы половина была в процессе каком-либо. Поэтому как-то так нам всем весело там было учиться. Очень хорошо. Мы начали с самых азов, и буквально каждый урок мы продвигались очень быстрыми темпами. Я могу вам сказать до сих пор, что он очень многому научил, потому что он был не такой преподаватель, как в университетах русских, да, или школе, тем более преподаватели, а он был русскоязычный парень. Ну, естественно, его английский был как англофона, да, как человека, который говорит на английском языке. То есть, у него не было акцента, он знал все приколы произношения, он очень хорошо преподавал, он говорил какие-то базовые вещи, которые даже сегодня я помню. Что могу вам сказать? Да, этот курс дал мне много, но этот курс не научил меня английского. Он научил, допустим, как правильно отвечать на вопросы, постановка, может быть, построение как-то предложения, какие-то вот такие вещи, но больше, наверное, дал понимание языка, как мы должны его понимать, что языка не нужно бояться, а как правильно думать на другом языке. Вот так вот, скорее всего, что он научил нас правильное направление, как нам думать на английском. Потому что вы знаете сами, словарный запас, изучение слова зависит только от вас. Ни один учитель не даст вам программу вот это вот сто слов, вот вы их выучите, пожалуйста, и у вас будет все окей. То есть, это зависит от вас. Но какие-то ключевые моменты, конечно, он дал очень много нам. Значит, почему-то мне кажется, что я все равно криво. Почему-то вот так мне кажется. Не знаю я, почему мне так кажется, но неважно. Главное, что вы слышите меня. Вот это была наша история английского языка. Все, то есть, я могу вам сказать, что достаточно распространено, я думаю, у большинства людей подобный опыт. И потом мы приехали в Канаду. Сейчас еще важная ремарочка. Перед тем, как мы ехали, вот мой большой друг, который сейчас живет в Америке, в Чикаго, и который, в принципе, повлиял на то, чтобы я приняла решение отъезда в Канаду. Он уже на тот момент проживал года, наверное, на то время он уже года три. Если он уехал в 2000, скажем, где-то в 2007, а это уже был где-то 2009, 2008. Он был год-два, он был в Америке. Он говорит, ты знаешь, ты не поверишь. Но он английский знал неплохо. Почему? Потому что он рос в Израиле, и он в Израиле, как известно, второй язык английский в школе учит очень неплохо, подтягивает уровень английского. Ребята знают очень хорошо школьники. У него был очень неплохо английский. И он говорит, ты знаешь, но ты будешь удивлена, когда ты приедешь, насколько ты знаешь английский. Я говорю, слушай, Стан, я его не знаю. Я его учила в школе, учила вот этого в академии, потом вот эти какие-то там курсы. То есть понятно, что я знаю, я могу понять. Но я говорю, я даже не представляю, что как там говорить, что-то там, не знаю. Я помню, у нас была ситуация даже с Костей, да, великие англичане. Мы когда были как-то где-то, были в какой-то стране, я не помню, куда мы летали. И, значит, мы пришли в Макдональдс, и я хотела кофе. Мы до сих пор вспоминаем, это прикол такой просто. В общем, иначе я сказала, вот я хочу, пожалуйста, вот это кофе. Ну, сколько я там могла это сказать. Я говорю, мне вот это, пожалуйста, кофе. Потом на картинке у них какой-то промоушен там шел, и я увидела другой кофе, который, тот, который я действительно хотела. Он был просто с пенкой, с кремом вот этим сверху. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Я говорю, я не хочу. А в Европе еще не принято, вот в Америке, в Израиле. Вы можете сказать, я не хочу, я недоволен. И у вас будет обслуживание, постараются вам угодить. В Европе этого нет. В Европе вам никто не будет угождать. В Европе вот то, что вам дали, ой, почему отойдет нос, чешется. То, что вам дали, то и кушайте. Что вам что-то не нравится, уходите отсюда. Я не знаю, в Европе у меня именно в плане сервиса очень плохое впечатление осталось. Не первый раз, сколько раз вы у меня ездили в Европу. Каждый раз был какой-то негативный опыт. И я говорю, вы знаете, я не хочу сейчас этот кофе. Я говорю, я хочу этот кофе. А я только заказала, да, чтобы вы понимали. Это не то, что я заказала, они уже его сделали. И я вдруг передумала. Я говорю, I don't want this coffee, I want this coffee. Вот это примерно был мой английский. Ну что, он так посмотрел на меня непонятно. Я такая, окей. Короче, мы заплатили. И в конце мне приносят эти два кофе. То есть и то, которое первое заказала, и второе. То есть даже, допустим, слово instead of я не могла сказать. I want this coffee instead of this coffee. Of that. В общем, слово instead of я не знала. Но зато после тех пор я его выучила, это слово. Да, это ещё раз, что всё на практике учится, чтобы, да, вы понимали тоже. Ну, в общем, короче, это был такой уровень моего английского. В общем, мы приезжаем в Канаду, и мы сталкиваемся с какими-то первыми ситуациями. Опять-таки сейчас я была в шоке от себя. Я понимаю практически всё, что мне говорят. А сказать я не могу ничего. То есть я понимаю, что вот в голове я знаю эти слова. Я знаю, что где-то в голове они сидят. Я не могу сказать слово. Я не знаю, вот как вам описать это чувство, как бы идиотизма. Просто. То есть я понимаю, я хочу ответить, и я не могу. Я не могу вытащить из коробочки в голове вот это слово. Я знаю, что я его знаю, но в нужный момент я не могу его вытащить. Я не знаю, как описать это чувство. Короче, это чувство идиотства полное. То есть когда ты знаешь, и ты не можешь. Это даже не говорят, как собака. Говорят, что как собака. Собака, она как бы реально не может сказать. А я знаю, что я могу сказать. Закончил кондиционер работать у соседа. А я знаю, что я могу сказать, но я не могу это слово вспомнить, вытащить. Ужас. Короче, меня это бесило. Это длилось где-то примерно первых три месяца. Почему? Потому что у меня было очень мало общения. С кем я общалась? Во-первых, я была с ребенком. Он сразу пошел в садик у нас. Первых месяца три он был в садике, потом я его забрала. И что я в садике была на русском языке, где только лишь я в городе, если мы куда-то шли, там что-то нужно было купить, если что-то спросить. То есть это настолько элементарно английский, что практически мне и говорить не нужно нигде было. Я все знала, что мне нужно, куда пойти, что мы все знали. Единственное, что мы ходили в библиотеку открывать нужно было. Мне открыть карту в библиотеке нам, абонемент, и говорить с лендлором нашим лордом. Лендлорд – это тот человек, у которого вы снимаете квартиру. То есть мне нужно было с ним обсуждать какие-то чисто по бытовухе, элементарные вещи, сказать здесь, сказать там. Все. Ужас. Но потом, когда я поняла, что я сталкиваюсь с английским, которого я ни хера не знаю, мы прожили первые три месяца на временной квартире. Я вам рассказывала эту историю, что мы жили на саблете. То есть доживали срок за ребят, которые съехали раньше времени. Нам эти три месяца позволили оглянуться, понять, что мы хотим, где мы хотим и как. В общем, мы начали искать квартиру. И мы начали искать квартиру, и, естественно, нужно было уже везде говорить на английском. И так как Костя уже работал, этим вопросом занималась я. Короче, это был кошмар. Я знаю, что я хочу сказать, я знаю, что я знаю эти слова, и вроде я уже подготовила текст, что я должна сказать. И я начинаю звонить, и я понимаю, что в течение разговора я все понимаю, но мне нужно сейчас коррекцию какую-то внести, вставить, и я не могу слова, слова не могу подобрать. Ой, и это был ужас, ужас, ужас. Но потом как бы потихонечку, и звонок один, второй, третий, четвертый, это уже все стало, уже слова повторялись, и я уже их помнила. То есть они начали потихонечку у меня с этой коробочки моей в голове вытаскиваться, уже сидеть, если мне нужно их достать наверху. И потом я пошла учиться. То есть через полгода я пошла учиться. Полгода спустя, после приезда, учеба моя была на английском языке, я училась в колледже, вы знаете, на International Trade Program, и там пошел английский. И там пошел английский по 8 часов в день, с утра до вечера, уроки, домашки, куча материала читать, писать. Английский у меня поднялся там, скажу вам так. Месяца за 4, нормально, я уже начала наконец-то все слова, потому что слова-то я знала. Если вы понимаете слова, это значит, вы их знаете. Значит, они сидят у вас в черепной коробке. И когда вам нужно, когда вы говорите на этом языке постоянно, то у вас эти слова постоянно в обиходе, они у вас легко вам их достать. Когда вы долго не пользуетесь языком, он становится мертвым языком, а он умирает. Не потому что вы полностью все забыли и стерлось, потому что навыки уходят, и для того, чтобы вспомнить язык, вам необходимо приложить усилия. И тогда все эти слова всплывут опять наверх из глубины айсберга вашего головного мозга. В общем, это то, что произошло со мной. Через 4 месяца я более-менее комфортно себя почувствовала. Я даже ходила на встречу в разные фирмы, мне нужно было делать для проектов встречу в очень больших компаниях монреалевских. Мне нужно было говорить с CEO, с президентами. Очень были интересные проекты. Мне нужно было ходить и уже интервьюировать людей, грубо говоря, на английском языке. То есть поэтому это все ушло у меня. Достаточно быстро возобновился английский, который я учила, и я очень быстро начала хватать новые слова. То есть примерно в день я учила в районе 10 новых слов. Но я не учила не потому, что я сидела там с карточками и учила их. Нет, потому что вы пишете пока работу. То есть вы читаете какой-то материал, вам для того, чтобы понять смысл, вы видите, что вот это слово ключевое. Вы его переводите, и все. Вы его запоминаете просто. Когда вы сидите и учите слова просто от потолка, вот сегодня я учу английский, я взяла 10 слов, я их учу. Вы их не запомните. Они не связаны ни к какому контексту, они как бы пустые слова. А когда вы учите их в контексте, и вы знаете, для чего вам нужно это слово, то есть вы его учите, потому что вам нужно его учить, грубо говоря, скажем так, оно очень быстро запоминается. По крайней мере, у меня это так работает. Потом мы подключили Netflix. У меня тоже есть видео про то, как я смотрю фильмы, и меня это просто дало такой рывок мне сумасшедший в плане разговорном. Я не говорю вам, что я знаю много слов на английском. Я не говорю вам, что я супер-пупер говорю на английском языке. Но меня это рассвободило. У меня пошло освобождение разговора. Я могу говорить, в принципе, на любую тему. Я могу обратиться без стеснения. Но я не стеснялась, даже когда не знала. Но нет уже вот этой схованности глухонемой собаки, которая там не может говорить. То есть это уже ушло. То есть я могу раскрыть рот и могу высказать свое состояние или то, что мне нужно. И благодаря фильмам с субтитрами на английском языке я, скажем так, достаточно свободно себя чувствую в плане... Нету страха, да? Нету страха оказаться где-то, и ты не будешь знать, как объяснить. То есть вот этого всего ушло. Опять-таки, мне нужно было по жизни столкнуться с ситуациями, пойти в больницу с ребенком, пойти туда, пойти сюда. Там начались первые слова, потом учеба, потом фильмы пошли. И могу сказать вам на сегодняшний день, что практически каждый день я учу какие-то новые слова. Но не потому, что я их сижу учу, а потому что, опять-таки, какое-то кино я пострела, или я сроку это ролик, или я смотрю... Сейчас я приобретаю новую профессию, и я весь материал все учу на английском языке, и мне нужно это переводить, потому что то, что я буду делать, я буду делать это на русском языке. Я учусь на английском, но делать я это буду на русском языке. Поэтому мне надо очень много материала и форм переводить на русский язык. Поэтому, в общем, тут со всех сторон, в общем, такое всякое происходит. Вот, ребята, в общем, что могу вам сказать? Да, английский учить нужно до отъезда. То есть все спрашивают меня, вот надо ли учить английский. Конечно, нужно учить английский. Насколько вы его хорошо выучите, я не знаю. Потому что вы приедете сюда, вы поймете все равно, что вы не можете вытащить нужное вам слово, я так себе думаю. Ну, вы скажете то, что вам нужно. Но когда вам нужно в свободном разговоре уже что-то говорить, это будет очень-очень тяжело. Поэтому вы учите слова, учите в контексте. Смотрите фильмы на английском языке с английскими субтитрами. Ну, что я могу сейчас сказать? Это все, потому что столько-столько всего сказано, столько всего сказано про английский язык. Это настолько индивидуально для каждого человека, знаете. У каждого человека своя система работает. Я вообще не сторонник учебы, я ненавижу учиться, я всю жизнь учусь. Я вот всегда маме своей говорю, я говорю, я ненавижу учиться. Я мечтала, когда я закончу школу. Потом я мечтала, когда я закончу академию. Потом я мечтала, пока то, пока... Короче, я все время мечтала закончить учиться, я все время учусь. Вот какая-то такая обратная реакция происходит. Может быть, мне нужно захотеть учиться, тогда я закончу учиться, я не знаю. В общем, одним словом, ребята, это было про английский язык. Я надеюсь, что я смогла вам рассказать, как-то раскрыть эту тему со своей стороны. Я думаю, что полностью я здесь покрыла полностью всю эту тему. То есть сказать мне, добавить больше нечего. То есть это все, что я могу вам сказать на эту тему. Поэтому все. Рада была помочь вам. Всего хорошего, хорошего настроения, хорошей погоды вам. Вот у нас сейчас солнышко выходит, вы видите, я немножко так прищуриваю глаза. Но это приятно, приятно, очень хорошо. Все. Всем хорошего дня, настроения. Пока-пока.